Подписчики моего канала и просто любители Карторон очень часто задают такой вопрос, чтобы я сделала видео, хочет ли он продолжать с вами отношения. Потому что бывает непонятно, мужчина и не озвучивает о расставании, может держит как запасной аэродром и не продолжает отношения, может не брать трубки, может холодно отвечать и не идет ни на какой разговор, чтобы понять, что происходит. Давайте посмотрим, вы для него, кто вы для него, чтобы понимать. И у нас выпадает карта, вы человек, который не хотите уступать, который все время спорите, который даете ему энергию, такая неуемная энергия спорщика, который может доказывать что-то, который знает как лучше, что лучше. Ну то есть вот такая вы для него, да. Давайте посмотрим, что здесь вот вокруг этого всего еще будет происходить, что вы еще для него значите. Здесь у нас выпадает десятка Пентаклей, восьмерка Кубков, да, у нас тут Паш Мечей, четверка Пентаклей, тринадцатый Аркан. Так, рыцарь Пентаклей, четверка Жезлов, пятый Аркан, тройка Пентаклей и седьмой Аркан. Вы для него, на самом деле, он воспринимает, что вы семья, что с вами комфортно, стабильно, хорошо, он готов с вами строить семью и завести детей, да. Но сейчас вы развернулись, бросили все отношения, от него ушли, причем после эмоционального какого-то выяснения отношений. Он на вас очень злится, да, как бы он хочет каких-то выяснений отношений, как бы что-то вам в ответ высказать, потому что он не согласен с тем, с теми претензиями, которые вы ему предъявили. Но он очень сдерживает эмоции и очень сильно на вас обиделся, закрывается, пока вы ничего не узнаете, да. Так как уже у вас было, ничего не будет у вас как окончание отношений, и будет что-то новое. Это вот новое произойдет после того, как он что-то внутри себя изменит, трансформируется и поймет какие-то свои ошибки. И что у него в планах, в планах у него заработать денег, да, построить с вами семью. Вы ему очень дороги, он готов с вами вступить в брак. Но вот эта вот карта говорит, может быть, о гражданском браке, или, может быть, он своей семье озвучит о том, что он хочет как бы на вас жениться, потому что он готов с вами продолжать отношения и готов к вам приехать и двигаться самому, да. Давайте посмотрим, что он из себя сейчас вот представляет. Он представляет, да. То есть в планах у него все хорошо. А он себе сейчас представляет. Это Третий Аркан, Туз Пентакли и Отшельник. Он сидит, обдумывает, обдумывает, как бы, где ему заработать большое количество денег. Он считает, что он такой хороший человек, не такой, как вы ему сказали, да. Он готов вас видеть своей женой, матерью, своих детей. Он очень еще зависим от, как бы, сильного влияния на него матери. Почему он об этом очень много думает. Вы ему чем-то, маму, прям напоминаете, да. Будет ли он делать шаги, давайте посмотрим. У нас двойка Пентакли выпала. Двадцать первый Аркан обновления. Да. И девятка кубков. Пока его, как бы, все устраивает, он, как бы, ничего пока не хочет менять. Пока у него идет вот такая двойственная ситуация. Но он хочет выиграть. То есть, знаете, он хочет вам доказать, что он не такой, как вы о нем подумали, да. И давайте посмотрим, вот, как он все-таки выбор сделает. Какой он выбор сделает. То есть, у него выпал одиннадцатый Аркан. Шестнадцатый Аркан. И десятка Жезлов. Он будет очень много взвешивать. Очень много взвешивать, да. Какие-то у него будут сумасшедшие истерики по шестнадцатому Аркану. По какие-то внутренние изменения, разрушения. То есть, ваши какие-то отношения через разрушение. Ничего он не бросит, потому что ему, как бы, это кармические отношения бросить тяжело. Да. И итог. И итог, он сам будет действовать, сам будет скакать, что-то предлагать. То есть, через очень какие-то тяжелые такие трансформацию личности. Через, скажем, такой, знаете, вот когда вас бросили, и вы с каждым днем три дня героя, а потом понимаете, что ваша половинка не завтра, не послезавтра не позвонит. Это вот наплывами начинается на мужчин истерика. Причем, это обычно происходит где-то до года, да. То есть, там многие думают, что мужчина вас забыл через месяц, а у мужчин нет такого. То есть, вы, если вы бросили первое, то мужчина там еще три дня герой, а потом у него начинаются вот плавные, постоянные истерики, да, с наплывом, что вот она меня бросила, что вот несправедливость, то есть мужской эгоизм там как бы, да, вы задели, и начинается, вот он начинает внутренне с вами разговаривать, что-то пытается доказать, может быть, он пытается доказать не только мысленно, но что-то делать, что вот я потом приду, вот я ей скажу, что она потеряла, там, да, разлюбить не может, потому что не он бросил, да, завести другую не получается, потому что это эмоциональное внутреннее мешает, да. То есть, мужчин периодически надо на самом деле бросать, чтобы они к чему-то стремились, не надо прям так за них цепляться, вот, если мужчина что-то не понимает с первого-второго раза, бросайте его, озвучивайте ему там, да, и пускай он ковыряется в себе, иначе он просто будет все время вот в этой карте сидеть изобилие и ничего не делать, там, да, его будут устраивать как состояние, но так как есть карта обновления, да, и у него стоит выбор, выбор, да, то есть то ли сидеть в изобилии, ничего не предпринимать, то ли обновление карты, да, и все-таки победить вам что-то, доказать, вот, и он выберет, что все-таки стоит доказать, потому что, видимо, мужское эго очень сильно затетое, и только тогда вот уже можно что-то двигаться, поэтому, если ваш мужчина, как бы, вас интересует, хочет ли он продолжать отношения, нужно просто вот так вот тщательно разобрать все его там страхи, комплексы, фобии, там, да, о чем он там думает, с чем связаны его истерики, о том, что он просто развернулся и просто ушел, да, и заказывайте, я вам сделаю такой приватный расклад. Продолжение следует...